ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетболисты Самары сражаются за Кубок России. Хоккейная Лада одержала шестую победу подряд в континентальной хоккейной лиге. Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли Тамбову. Высшая хоккейная лига в чемпионате страны ЦСК ВВС продолжает серию из одних поражений. На этот раз они дважды уступили Тамбову. Первый матч закончился в упорнейшей борьбе со счетом 2-1. Матч реванша не получилось. Военные летчики не забросили ни одной шайбы, пропустили четыре. Реабилитироваться перед самарскими болельщиками ЦСК ВВС сможет в пятницу и субботу на родном льду. А пока клуб в чемпионате страны занимает четвертое место. Регулярка континентальной хоккейной лиги Лада на выезде победила Мишек из хорватского Загреба. Игра у Волжан начала получаться уже на третьей минуте первого периода. Они первыми счет открыли. Второй отрезок времени закончился 3-1 в пользу Лады. Финальная сирена зафиксировала окончательный результат 4-1 в пользу автозаводцев. Не устоял перед ледовой дружиной и Челябинский трактор 4-2. После шести побед подряд Лада поднялась на одну строчку вверх в турнирной таблице и занимает предпоследнее 13 место в Восточной конференции КХЛ. В первом матче 1-8 финала Кубка России по баскетболу Самара уступила Химкам из Подмосковья. Это первое поражение клуба в этом сезоне. Счет встречи 64-75, хотя первую половину матча Самара выиграла с разницей в 15 очков. Ответный поединок за выход в четверть финала Кубковой серии пройдет в Самаре через две недели. Победитель определится по сумме набранных очков двух матчей, пока Самара проигрывает 11 баллов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.